Здравствуйте, друзья! Я действительно был очень удивлен, что мое видео о собачьем языке наделало так много переполохов в соцсетях, вызвало такую бурю эмоций, массу протеста, хотя я же ведь не называл русский собачим. Посмотрите видео еще раз. Все совершенно наоборот. Мою соловьину мову назвали собачьей. Имел ли я право защищаться? Где-то в комментариях прочитал, что если собаки лают, то не нужно лаять в ответ. Согласен? А если собаки кусают? Нас ведь сегодня не просто кусают нас, разрывают на клочья. Разве в такой ситуации нельзя защищаться? Я понимаю, что то, как люди отреагировали на мое послание, это свидетельствует только об их личном внутреннем наполнении. Видео здесь абсолютно ни при чем. Однако, да, я признаю, что пчелиный улей я все-таки расшевелил. Не пойму только, почему вы, русские, возмущаетесь. Типа, да как же ты так мог? Побойся Бога, ты же пастор. Значит, вас все-таки что-то болит? Что именно? Я вас обидел? Ведь если вы совершенно не причастны к геноциду украинцев, успокойтесь, значит, вас это не касается. Или же касается. Давайте будем честными. Если касается, значит, и вы каким-то боком к этому причастны. Каким именно? Я-то знаю это. Ведь война, которая у нас сегодня, она каким-то образом также началась и через язык, через ущемление русскоязычного населения, которого в помине не было в Украине, вот этого ущемления. Вот, оказывается, почему вам так больно. Вы хотите оправдаться и не знаете как. Да, я пастор, но одновременно я и человек, гражданин Украины, страны, которую очень люблю, и народ, который сейчас уничтожают русские. Да, я знаю, что вы опять будете обвинять меня в том, что я сею ненависть к подавляющему большинству невинного русского народа, отдельные представители которого, некие мерзавцы, сегодня мирно бомбят украинские города и стирают их с лица земли. Скажите, пожалуйста, русские, если большинство из вас на самом деле так любит Украину, то неужели смогли бы несколько негодяев сделать с ней то, что вы сделали? Путин ведь не смог бы совершить такие злодеяния при поддержке мельчества. Или смог бы, как вы думаете? Не обижайтесь, русские. Но знаете, у вас какая-то своя странная логика всегда снимать с себя ответственность, отказываться от содеянного. Как вам это удается? Крым отжали. Говорите, так это же не мы. Нас там вообще не было. Это какие-то вежливые зеленые человечки, которые купили форму в военторге все это сделали. Донбаш захватили, разворовали, обстреливали Украину 8 лет с территории Ордло. И говорите, ну так это ведь же не мы. Это все бендеровцы бомбили. Сравняли с землей Мариуполь, Бучу, Гастомий, Ирпень, пол Чернигова. Расстреляли тысячи невинных людей. И везде вы кричите, что это украинцы бомбят, украинцы насилуют, украинцы грабят. А потом награбленное новой почтой высылают в Россию. Нас, русских, там вообще нет. Мы к этому не причастны. Это все злые укропы. Мы ни с кем не хотим воевать. Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала. Она только защищала свои рубежи. Все русские оказываются светлые, как ангелы. Это один только ты, злой пастор, а разжигаешь ненависть. Обратил внимание на одного какого-то неадекватного, который обозвал украинский язык собачьим и создал целый ролик, чтобы потом обвинить ни в чем неповинный народ. Ай-яй-яй, как нехорошо. Сеешь раздор между братскими народами. Провокатор. Большой комплимент вам, русские. Комплимент за то, что признали хотя бы одного неадекватного среди вас. Браво! Но вот только один ли он такой неадекватный и только ли сейчас так себя проявил? Почему вдруг после моего видео в комментариях полился целый поток боли? Начали писать люди с Грузии, Прибалтики, Казахстана, Молдовы. Оказывается, что и молдовский язык обзывали телячьим, и грузинский свинячьим, и латышский с эстонским собачьим. Одним словом, вокруг России живет одно только быдло. Только у русских великий и могучий язык. Почему-то обижаются на вас соседи русские. Все соседи обижаются. Всех, оказывается, вы достали. Всех унизили, всех убивали, морили голодом, депортировали и ни разу не покаялись. И всегда кто-то другой был виноват. И всегда это не вы. Скажите, русские, то, как вы живете со своими соседями столетиями, вы это считаете правильным? Знаете, как это называется? «Ощипай живую курицу, и она придет к тебе греться». Вот так вы сделали с теми, кто слабее вас. Они все помнят. Нам, верующим, сложно это простить. Вы понимаете? Но они ведь не близко с Богом, эти люди. Они ожесточены. Они не прощают. Ни одна рана тех народов вокруг вас, которых вы обидели за эти столетия, ни одна рана до сих пор не зажила. Они все помнят. Они продолжают эти раны кровоточить. А вы вместо того, чтобы покаяться, продолжаете убивать. И говорите, что я разжигаю ненависть. Ведь после того, что вы сотворили в Украине, только для того, чтобы разобрать завалы, годы уйдут. Десятки лет, чтобы все разминировать, все поля. А вы ведь продолжаете бомбить. Как вам жить после этого? С соседями. Выходит, что вся эта история с языком, она не высосана из пальца. Оказывается, что это унижение народов длилось столетиями. Просто вдумайтесь в эту статистику. Просто вдумайтесь. Всего несколько дат. 1709 год. Петр I запрещает книгопечатание на украинском языке. Кстати, тогда еще и России-то не было. Была Московия. Но украинские книги запретили. Зачем? 1740 год. Империатрица Анна Ивановна вводит русский язык в деловодство. Украинское деловодство. Просто так? От нечего делать? Или что-то за этим стоит? 1762 год. Императорица Катерина II запрещает преподавание на украинском языке в Киево-Могилянской академии. А тех, кто отказывается это делать, увольняют с работы. Это все случилось более 300 лет назад. Запрещали украинские буквари, запрещали перевод Евангелия на украинский, службу в храмах на украинском языке. Все украинское запрещали. Как вы думаете, это все тоже я выдумал? Но ведь это же история. Ее легко можно проверить. И, кстати, в истории вы найдете намного больший список запретов украинского языка, чем я вам озвучил. И вот теперь у меня вопрос. Все эти русские, которые годами принимали и воплощали в жизни эти драконовские законы, чтобы уничтожить украинский язык и украинцев, так как вы думаете, они все эти люди тоже были неадекватными? Или адекватными? Это же ведь все ваши цари, которыми вы гордитесь и хвалитесь. Оказывается, что людские раны не зажили до сих пор. Люди все помнят. Люди вопиют к Богу, о вас, русские. Это, кстати, библейское выражение. В свое время Бог сошел на землю, чтобы воочию убедиться в злодеяниях Содома и Гаморы. Вот что он сказал. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне. Или нет? Узнаю. На вас, русские, за все эти злодеяния восходит к Богу ужасный вопль от невинных жертв. Бог сойдет и к вам, чтобы посмотреть на то, что вы натворили. Нужно что-то менять, русские. Соседями нужно жить по-другому. Нужно жить так, чтобы вас уважали, чтобы к вам тянулись, чтобы ваш язык полюбили. Знаете, что по этому поводу говорит Библия? Это послание апостола Павла. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиреномуудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Кого вы смогли бы поставить выше себя, русские? Смогли бы поставить молдаван или латышей? Не смогли бы. Знаете ли вы, русские, что Бог смешал языки во время строения Вавилонской башни? И для этого у Бога были серьезные основания. Это 11 глава книги Бытия. Она начинается со слов «На всей земле был один язык и одно наречие». Это именно то, что вы хотите сделать сегодня, чтобы все в мире разговаривали на русском. Но оказывается, что именно в языке у народа, который тогда отвратился от Бога, была самая большая проблема в языке. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. Вот что начали они делать. И не отстанут они от того, что задумали делать. И что же решает сделать Господь в этой ситуации? Он сказал, сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого и рассеял их Господь оттуда, по всей земле. И они перестали строить город и башню. Оказывается, что один язык, одно наречие и один народ, это на самом деле очень опасно. Это признаки империи, которая рано или поздно восстанет против Бога. Именно такую империю все это время пыталась создать Россия. И именно с помощью языка, везде насаждая его силой. Хотя на самом деле это противно Богу. Оказывается, что в плане Божьем было существование многих языков, многих наречий и многих народов. А Россия веками воюет в этом отношении с Богом, насилуя малые народы и уничтожая их язык с земли. Мне кажется, что коммунистическая империя Советского Союза это и был самый большой в истории бунт против Бога именно на территории России. Но империи и рушатся. Просто помните об этом, русские. Империи противны Божьему постановлению. Сегодня мы с вами накануне большого праздника дня Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на Церковь Христову. И в этот момент произошло чудо. В книге Деяний Святых Апостолов об этом написано так. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждой собственное наречие, в котором родились парфяне и медяне и ламиты и жители Месопотамии? Все эти люди говорят, что мы слышим их нашими языками говорящими, о великих делах Божьих. Вы понимаете, что произошло? Люди услышали свой язык и свое наречие. Они не стали вдруг понимать только один язык и разговаривать на одном языке. Они услышали на своем. Вот так работает Бог. Он пришел служить каждому народу на его языке и даже на наречии. А как же вы, русские? Вы готовы послужить другим народом на их языке или ждете, чтобы служили только вам? Если ты действительно уважаешь и любишь страну, в которой ты проживаешь, ты выучишь язык этой страны. И тебя за это полюбят и тебя начнут уважать. Я выучил английский, когда мне было 30. Я никогда не был в Америке. Я учил этот язык в Украине. Но я хотел общаться с моими друзьями на их языке, чтобы таким образом показать им свою любовь. постарайтесь понять, русские, что на самом деле я хотел вам донести на примере собачим языком. А эта письлямова, дорогие украинцы, для вас. Моя собака на самом деле очень добрая, она не расист. То, что она повильно выполняет команды, это через то, что ей уже 9 лет. Она уже старенькая. Единою мою ошибку есть то, что я навчил ее команды русской мовы. Это единственное. Я разговариваю с ней и так же своими семьей, своими детьми самого маленького мовы, потому что мы украинцам. Перевчити ее практически не невозможно уже в 9 роках. Старый пес не понимает новых команд. Поэтому нужно стараться сделать все возможное, когда еще можно. Поэтому, россияне, если вы меня понимаете и чувствуете сейчас, если вы можете еще что-то изменить, начинайте изменять сегодняшнего дня, потому что прийдет время, когда уже ничего не можно будет изменить. Боже, от этого.